Госдума Российской Федерации этой весной, а конкретнее, 23 мая 2019 года в третьем окончательном чтении приняла проект с поправками в закон о техосмотре транспортных средств. Речь идет в частности о введении обязательной фотофиксации процесса прохождения техосмотра. На снимках нужно запечатлеть автомобиль с номерами, также у файлов должны быть зафиксированы координаты. До этого предполагалось ввести также видеосъемку процесса осмотра, но в итоге от этого пункта решено было отказаться. Про все эти нововведения сегодня и поговорим. Ты на канале ПРОАВТО. Поехали! Контролировать соблюдение правил со стороны операторов ТО доверит Министерство внутренних дел. Все данные с пунктов техосмотра будут передаваться по интернету в облачное хранилище ведомств. Пока что этой базы данных нет, но МВД намеревается ее создать. В общем, все как обычно в России. Закон, окончательно одобренный Госдумой, также предполагает, что диагностическая карта станет электронной. Предполагается, что по итогам проверки автомобиля владельцам больше не будут выдавать привычный лист формата А4. Но в случае необходимости водители смогут бесплатно получить выписку из системы ЕАИСТА. Эта база пока что тоже не введена в эксплуатацию. Согласно документу, все операторы ТО должны будут рассчитать пропускную способность каждого пункта техосмотра. Количество проведенных в таком пункте проверок не может превышать значение пропускной способности, которое указано в реестре операторов техосмотра. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, на которого ссылается российская газета, усиление контроля за техосмотром автомобилей позволит сократить число аварий, которые происходят из-за неисправных машин. Помимо этого, после того, как закон вступит в силу, сократится и уровень коррупции в этой сфере бизнеса. По подсчетам, сейчас около 80% автовладельцев покупают так называемые серые диагностические карты. То есть платят деньги за документ, но при этом сотрудники пункта ТО машину на самом деле не проверяют. А порой вместе со страховкой такой документ предоставляют. Согласно нынешним нормам, этот листок нужен только при оформлении полиса ОСАГО. Требовать предъявить его не имеют права даже сотрудники ГИБДД, которые останавливают машину для проверки документов. Ведь он не входит в число тех, которые у водителя должны быть всегда с собой. Однако в скором времени все скорее всего изменится. Так власти думают ввести штраф в размере 2000 рублей за езду без вовремя пройденного ТО. Проверять его наличие будут не сотрудники, а обычные дорожные камеры. Так что наказывать водителей за это не начнут до тех пор, пока не заработает новая информационная база. Нынешний законопроект должен пройти еще несколько инстанций. Его норма вступит в силу через год со дня его официального опубликования. Мы считаем, что каждый автолюбитель должен сам следить за техническим состоянием своего автомобиля. Обслуживать свой автомобиль, проверять узлы и агрегаты, да и всецело знать, что с ним происходит. А данное нововведение это лишь пополнение кормушки чиновников. Если ты с нами согласен, ставь палец вверх и подписывайся на канал, если еще не подписан. Ну а также пиши свое мнение в комментариях, давайте порассуждаем вместе. Ты был на автомобильном канале ПРОАВТО. До скорых встреч!